МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Ксения и Евгений. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Девушки, вы очаровательны, прекрасно выглядите. Это тот самый случай, когда я чувствую в эфире конкуренцию. По тексту, по-моему, комплименты были у меня. Конкуренцию я чувствую в эфире. Обычно мы здесь с тобой вдвоем, и никого нет у нас такой красоты. А вот сегодня девочки пришли. Не могу я налюбоваться. Украсили, украсили. Конечно, я украшение. Ты красивая, ты красивая. Спасибо, вот так постоянно меня утешает. Ну что, мы знаем, что на день рождения Лондона, Мюзик Холл Лондона, будет что-то грандиозное. Расскажи нам, что готовится к нему рождению? На день рождения Мюзик Холл Лондона, которым исполняется, кстати, два года. И два года Мюзик Холл Лондон радует своим открытием, своими концертами. А что там открытием? Даже название. Название Мюзик Холл Лондон, да, в Лондон. Куда пойдем? Лондон. Будет очень много сюрпризов, на то они и сюрпризы, но самым главным, наверное, это будет 10 июня. Это будет конкурс, финал, финал конкурса Мюзик Холл Лондон. В течение двух месяцев мы отбирали самых лучших. Отбирали алмазы, да? Отбирали алмазы, отбирали отдельно сечку от крупы. Отбирали, сидели все, ну и выбрали самых-самых красивых. Мы не привели их сегодня к нам, да? Да, они сами сегодня привели. Как идет подготовка? Полным ходом все постараются, вкладывают огромное усилие. Ну, вы честно. Вы можете победить, конкуренция, естественно. Все девушки прекрасны. Но также дружба у нас витает, наверное, в воздухе, и тем самым нам легче от этого. То есть есть у вас там дружба, нет? Дружба или дружба? Нет, мы дружили, прям так, мы подружились, все девочки хорошие, каждая по-своему индивидуально, мне кажется. Да, каждая достойна победы. На самом деле, ну дай бог вам сохранить дружбу и после победы какой-то из девушек. Мы по 24 часа собираем, держим, репетируем каждый день, поэтому там не только дружба, там, мне кажется, уже даже братство такое. Конкурс в бикини будет? К сожалению... Лето, же вечерование. Мы обошли этот конкурс в бикини, но мы его обыграли немножечко подругой. Любимый конкурс в бикини. Конкурс в бикини он был, но до основного конкурса. Да, 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 это во время отбора. Во время отбора два месяца был конкурс в бикини. Вот оно, значит, как. Все репетиции проходят в бикини, поэтому девушки от бикини устали уже. К сожалению, все репетиции в полотенцах даже. Мы сегодня, в общем, говорим... А какие все-таки сюрпризы? Ну, на то они и сюрпризы. Приходите 10-11 июня в Мюзикл Лондон и все поймете. Ни один не приедет. Вот в завесу тайны. Сохраняют интригу. Вот посмотрите. Ну, хотя бы откройте немножко. Будет очень весело, будет очень много музыки, будет очень много драйва, будет очень много известных людей, как вы говорите, светских львов, холопов, всяких, например, вот таких вот моментов. Поэтому приходите. Лучше посмотреть, чем слушать. Сколько вообще участниц? Большая конкуренция. 10? 10 красавиц, да? А приз как у вас будет? Тоже? А девочки не знают, можно ли им отвечать сейчас на данный вопрос или нет? Вот я по-другому понимаю. Можно, конечно, можно, можно. Девочки, пожалуйста. Главное, здесь у тебя будет айфон. Как учили? Айфон. Дружненько. Замечательно. Это не только айфон. Тот самый твой старый 4С, который. Да, да, который 4 раза разбивали. Нашел применение, молодец, выкартался из ситуации. Ну а мы продолжаем разговор с Радиком, мы продолжаем разговор с прекрасной Евгенией, с прекрасной Ксенией. Между прочим, участницы и претендентки на титул Мисс Лондон 2015. А мне-то еще можно? А можно мне попасть на конкурс? Конечно, мне конкурса можно попасть на 11-м участникам. 11-м участницам, да. Ты можешь попасть на не конкурс, а понимай, как худеешь. Приходи в бикини, как бы пешком, отсюда с Каландрашвили до Сахьяновой 9А и попади прямиком, даже я бы сказал, в пятерку. Ну все, я считаю, что это будет официальное приглашение. Еще я и в пятерку попаду. Вся страна. Я уже попадаю в пятерку. Вся страна, слышишь? В пятерку тех, кто еще до тебя шел, так же? Мы, которые до сих пор идут. Город большой у нас, хоть и не Лондон. Ну что, Саян приготовил какой-то веселый конкурс у нас для девчонок. Ну что, девушки, я вас предупреждал, что нужно быть готовым к чему-то сумасшедшему. Я думаю, вы участницы этого конкурса, вы уже должны быть к чему-то готовым, к сумасшедшему. Все девушки любят фотографироваться, и сейчас у нас конкурс. Вам нужно сейчас за минуту сделать максимальное количество разных селфи, собственно. Разных. Та девушка, которая выиграет в этом конкурсе, та заработает балл. Просто заработает, давай скажем. Это будет очень нормальная мотивация. Можно я их подготовлю буквально? Как бы репетировали, только без вот этих вот. Вот сразу селфи и засекать. Я засекаю время, 3-4, поехали на самом деле. Болеть можно, да? Разные выражения, да, вот, вот, таких выражений мы еще не видели. На что способны эти девушки? Посмотрите, просто. Селфи-мания, я бы сказал. Селфи-мания, разные выражения. Селфи-мания, не лица, я напоминаю, как максимально разные. Давайте без американизма, да? Себяшечки, себяшечки. Не обязательно, не обязательно красивые должны быть фотографии, но тем не менее. Вот, порчим рожи, все, замечательно. Как пудра себе на селфи. Ой, Саян? Бей себя, фото, ну, ну, так-то, так. В общем, давайте, 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 фото. Давай, мы с тобой тоже Саян сделаем с тобой селфи. Смотри. Селфи в контакт, да, сразу? Сделай губки. У вас еще 30 секунд, я вижу, чувствую, выражения лиц уже закончились. А я напоминаю, что у всех девушек только три выражения лиц для того, чтобы фотографироваться. Два выражения и одна стойка. Давай, давайте, губки, губки, уточку, еще никто не показал, а была уточка. Фотаемся, фотаемся, итак, три, два, один, стоп. Ну что, давайте, давайте. Главный приз, девочки, вы можете забрать айфон на себе. Все, ну, тогда же, что нам участвовать? Ну что, Радик, собственно, у нас с тобой миссия, нужно посчитать количество разных селфи. Так, подожди, готово. А, я чувствую, долго были считать. Ну, пока гость и Саян считают количество селфи, я почитаю, подожди секунду. Итак. Здесь у нас все засекречено, засекречено. Правильно, нечего. Пожалуйста. Ну, как я и думал, тут есть одинаковые фотографии. Пока ребята разбираются с количеством селфи, я прочитаю. Татьяна Голчина пишет нам. Первым львом и львицей, на мой взгляд, стали, есть и будут Зарикто и Нонна Тагачиевы, обладатели возможных премий и наград регионального и международного уровня. Ну, я, конечно же, соглашусь, Нонна и Зарикто. Я почитал, я первый раз вижу. Я согласна с вами, да. Первый раз вижу. Ольга нам пишет, что сегодня, по сути, мы говорим об элите России, то есть речь идет о лучших из лучших, тех, кто определяет ее лицо и ее путь. По идее, эти люди должны быть мыслящими и созидающими. Ну что, я... В разные времена это были Пушкин, Чайковский, Блок, Менделеев, Анна Ахматова и так далее. А сегодня, к горю или к несчастью, пишет Ольга, представители высшего света, это что-то иное. Это люди, которые умеют эпатировать. Ну, здесь тоже я не могу не согласиться, да, Сергей Зверев. Ну, это, конечно... Пока считал Софи, я тут Жераро де Парди увидел, это разница. Потом Ангелина Вовка, это вообще как так, и пару кузнечиков. Ну, в общем, 18 у меня. 18. 18, да. 18, ну... А у Евгении сколько? А если Жераро де Парди считает, то 23. Если посчитать только оригинальные фотографии, на которых выражения лица были абсолютно разные, то у меня 24. 24. 24 разных выражений лица можно похвалить, на самом деле. Я думаю, мастер-класс Евгения мне даст после эфира, потому что у меня только 2-3 выражения лица. Я всегда думал, да, только 2 выражения лица. Красивая и няшная, и все, больше нет. Это как Билли Миллиган, да, получается? 24 выражения лица. Ну, в общем, участницы конкурса красоты Мисс Лондон, который состоится 10 июня, на сцене, конечно же, не будут делать селфи. Они будут вас радовать чем-то более интересным. Очень много интересного, на самом деле. И все-таки нам Радик... Как тебе, прямо столько надежд питается этим конкурсом, я чувствую, она уже купила билет, не хочет. Радик нам так и не говорит, что это будет, но я думаю, что все мы узнаем об этом 10 июня в Мьюзик Холле Лондон. Ну что? Девочки красавицы, спасибо вам, что вы пришли. Спасибо вам, что пришли. Спасибо, Радик, тебе, что привел такую красоту на эфир Евгения. И вы, девушка красавица. Я забыла, как вас зовут, потому что... Ксюша, красавица Ксюша, красавица Ксюша, красавица Женя. Красавица Радик, вам приятно. Спасибо, спасибо. Если что, ну, как бы... Насчет конкурса, кстати, надо подумать, да, пешком дойти можно. Поэтому... Вообще, клеит ведущий при ведущих. Я начинаю уже, да, я начинаю уже собираться. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Всех мы приглашаем на празднование дне рождения Мьюзик Холл Лондон. Приходите 10-11 июня в Мьюзик Холл Лондон. Будет очень интересно. Это лучше увидеть, чем... Ну, а сейчас у нас рубрика.